Подсоединить пожарные рукава, вовремя подать воду. На соревнованиях Яков Синельников действует как в реальных условиях. Благодаря ему в апреле село Покровка не превратилось в выжженное поле. По СМС очевидцы предупредили, горят пастбище. Не теряя ни минуты, команда пожарных добровольцев выехала на место. До приезда основных сил мы начали тушить и отсекать огонь от деревни, чтобы где-то до деревни оставалось метров 300. На соревнованиях профмастерства собрались порядка 30 команд со всей области. Задача как можно быстрее поразить предполагаемый очаг возгорания. Добровольные дружины и команды проходят испытания отдельно. Добровольные пожарные дружины от добровольных пожарных команд отличаются тем, что не снабжены спецмашинами. Они работают вот с такими помпами. Их на автомобиле подвозят к водоему. Здесь его имитирует вот такая вот емкость. И этой водой тушат пожар. Своевременность, точность и главное время подачи очень здорово влияет на итоги тушения пожара. Поэтому и в первую очередь оценивается по критерию именно поражения мишени. Сегодня в регионе около 300 добровольных пожарных отрядов. Создавать их начали 5 лет назад. И сейчас они есть в каждом сельском поселении. В то время как профессиональные пожарные части только в райцентрах. Как правило вступают в ряды добровольцев неравнодушные жители, которые в любое время готовы прийти на помощь окружающим. Прежде чем выйти на борьбу с огнем, проходит обучение в пожарных частях. Мы не можем же в каждом населенном пути организовать пожарную часть. Вот они первые приходят и уже потом приезжает государственная пожарная охрана. Они взаимодействуют. В обычной жизни он может быть механизатором, может быть фермером, может быть заниматься каким-то частным своим делом. А когда наступает беда, он становится пожарным. Самые ценные награды делятся пожарные добровольцы благодарность жителей. Героями многие себя не считают. Яков Синельников скромничает. Люди в селе спят спокойно и это главное.